Своё продолжение получила история с отключением одного из тверских СНТ от электроснабжения. Напомним, на прошлой неделе наш телеканал рассказал о ситуации, в которой оказались десятки дачников некоммерческого товарищества «Весна». Из-за долгов они были отрезаны от энергоресурса и, как следствие, остались без воды и тепла. Жить в таких условиях, мало похожих на человеческие, им пришлось почти два месяца. Однако, когда ситуация подключилась Тверской проспект, проблему удалось разрешить. О ситуации, которая сложилась в Садовом некоммерческом товариществе «Весна», наш телеканал рассказывал на прошлой неделе. Порядка 150 человек в конце января остались без электричества, воды и тепла. В условиях, мало похожих на человеческие, они продолжали жить последние два месяца. Жители СНТ неустанно били тревогу, ведь в условиях разгулы смертельно опасного коронавируса их оставили без вода и электроснабжения, что ощутимо обострило бытовые проблемы и затруднило возможности соблюдения гигиенических норм. Там ни руки не помыть, ни погреться, ничего, ни воды нагреть. Ученики учат уроки у людей со свечками. Маленькие дети, у нас грудные дети есть. Как рассказали местные жители, причиной отключения стала задолженность перед Тверь «Атомэнергосбыт». Она, подтверждает, жильцы действительно имела место. Образовались долги из-за недобросовестных потребителей. Их в СНТ «Весна» меньшинство. Остальные исправно перечисляют деньги за электричество. Но получается, что из-за нескольких должников страдают все. По мнению граждан, действия сбытовой организации абсолютно незаконны. Когда вот этот произвол имел место быть, вы знаете, тем более в зимнее время, тем более вообще без каких бы то ни было решений суда, нас никак даже не уведомили. Вы понимаете? Никак абсолютно. Жители СНТ «Весна», расположенного на территории Заволжского района Твери, обратились за помощью к депутату Тверской городской думы Дмитрию Нечаеву, являющемуся главным редактором нашего медиахолдинга. Далее, в попытках разобраться в ситуации, мы обратились в Тверь «Атомэнергосбыт». Там рассказали, что договор был заключен с одним юридическим лицом, садовым некоммерческим товариществом, а не с каждым жителем по отдельности. Долг имел место, и из-за него должник оказался отключен от энергоресурса. Все вроде бы согласно букве закона, однако положение, в котором оказались жильцы по итогу, ни в какие общечеловеческие нормы морали не вписывается. Ситуация, которая на протяжении последних двух месяцев казалась тупиковой, сдвинулась с мертвой точки только тогда, когда о ней рассказал телеканал Тверской проспект. Это пояснил нам председатель СНТ «Весна» Дмитрий Поляков. Вот сейчас нам прям предложили такое решение, что я сейчас бегу в кооператив, собираю народ нашего юриста. Значит, сказали, чтобы мы установили скайп, они нам своего юриста дадут, выйдут на общую связь. Ну и говорят, нам надо решать как-то, нам надо как-то вас включать, то есть нужно решать вопрос. Наконец, на минувших выходных вопрос решился окончательно и решился в пользу жителей. В пресс-службе Атомэнергосбыта нам сообщили, что в дома многострадального СНТ вернулось электричество, а вместе с ним вода и тепло. Электроснабжение СНТ «Весна» было восстановлено в полном объеме после достигнутых договоренностей по исполнению обязательств товарищества по оплате электроэнергии. Между УПТ Верятомэнергосбыта и СНТ было составлено соглашение о реструктуризации, согласно которому задолженность СНТ будет погашена до 15 октября. Однако о том, чтобы перезаключить договоры с каждым жителем по отдельности и отключать в дальнейшем только должников, а не все с СНТ разом, речи пока не идет. А потому повторение ситуации, сложившейся в начале этого года, исключать не стоит. Тем не менее, то, что с бытовой организацией и товарищества все же смогли прийти к соглашению и в дома жителей вернулось электричество, можно считать большим успехом, считает депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, представляющий округ номер 5. Однако, по мнению народного избранника, большие вопросы вызывают действия энергетиков. Представляю себе, что, например, в зимнее время отключается СНТ, где на постоянке проживают люди, пожилые люди, и что из-за этого у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. В такой ситуации, я думаю, что, конечно, энергетикам нужно подходить более гибко, более лояльно, более по-человечески просто подходить. Кроме того, рассуждает Дмитрий Нечаев, достаточно высокий тариф на электроэнергию ставит некоторых потребителей в тупик. Люди порой не платят не потому, что не хотят, а потому, что нечем. В то же время известно, что, например, для сельской местности работает пониженная тарификация. Почему ее нельзя применить в отношении СНТ, большой вопрос. Ведь, де-факто, они тоже находятся за городской чертой. Конечно, тарифы просто очень высокие. И люди там, ну, мы понимаем, что в СНТ живут, наверное, все-таки не олигархи, а живут в основном пенсионеры, пожилые люди, у которых очень низкие доходы. А еще в нынешней ситуации вообще просто критически низкие доходы. Люди там пытаются себе какую-то там картошку вырастить на пропитание. Им, конечно, вот по полной программе выставлять тарифы. Я думаю, что вот это надо корректировать. Подобный подход к решению проблем неплательщиков со стороны энергетиков абсолютно неприемлем. Причем не только в отношении граждан, но и бизнеса, которые вынуждают оплачивать авансовые счета за еще не потребленную электроэнергию, нарушая тем самым хозяйственную деятельность предприятий и не давая им возможности заработать средства, в том числе и для оплаты счетов за энергоресурсы. За один только минувший год энергетики вчинили предпринимателям и даже муниципальным предприятиям около полутора тысяч исков. Видя, что такой натиск энергомонополии попросту добьет отечественный бизнес, на прошлой неделе Кабмин запретил отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг, даже при наличии у них задолженности по платежам. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить, сказал премьер-министр. По его словам, по такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее, цитата, также можно будет в рассрочку. Ну а наш телеканал продолжит следить за развитием событий и призывает всех телезрителей, столкнувшихся с неправомерными действиями со стороны энергетиков, обращаться в нашу редакцию. Продолжение следует...